Доброе утро! Чем холоднее за окном, тем больше хочется близости. К теплому пледу, мягкому креслу, удобному дивану, в крайнем случае пушистым тапочкам. Знакомые стали больше времени проводить у телевизора. Ну, выходить-то из дома лишний раз не хочется. Ну, конечно, что считать лишним разом, каждый определяет индивидуально. На работу-то ведь пойти в радость. Правда, все меньше людей на работу идут, потому что надо. Работа становится смыслом жизни, центром вселенной. Ну, конечно, когда дети вырастают. А для нас работа вообще жизнь. И наша, и ваша. Ну, в общем, давайте жить вместе. И сегодня вот о чем. Эти модные живые подарки. Стоит ли прибегать к услугам брачных агентств? В свободное от работы время. За какие дополнительные знания пермики готовы платить? Великое противостояние, ставшее синонимом мужества. И в Европе – ветта. Новый год – новые законы. Как изменятся правила жизни? Почти все мировые СМИ начинают свои новости с рассказа о ситуации в Украине. Сегодня этот вопрос будет обсуждаться на саммите Россия-Евросоюз в Брюсселе и во время внеочередного заседания Верховной Рады. Ну, а прямо сейчас у нас есть возможность узнать, что думает о событиях в Украине сенатор-международник Андрей Климов. Комментарий недели. Вмешиваться, я думаю, что вот абы как не стоит. Это суверенное государство. И Россия многократно подчеркивала, что ни мы не вмешиваемся в внутренние дела других государств, и другим, в общем, не рекомендуем этого делать. Сейчас даже Запад несколько насторожился. Если раньше они активно там пряники раздавали или печенье, я уж не помню, то сейчас, в общем, никто ничего не раздает. Они не знают, как реагировать на эти события тоже. Безусловно, есть ситуации, при которых мы не можем стоять в стороне. У нас там есть наши граждане для начала. Они работают, живут, имеют своих родственников. У нас есть проекты определенные, очень серьезные. Есть обязательства финансовые украинской стороны перед нами. Есть международные обязательства украинской стороны. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, как все это исполняется. Но какого-то вот такого жесткого вмешательства со стороны наших властей, думаю, ожидать не приходится, поскольку, все-таки, еще раз повторяю, это хотя соседнее, братское государство, за которое все мы переживаем, но такого рода вмешательство, оно не предусмотрено международным правом. И наша задача заключается в том, чтобы действительно дать возможность украинцам самим разобраться в этой нелегкой ситуации. А то, что они сами себя туда загнали, это мало у кого вызывает сомнения. Здесь все достаточно просто. У нас по Конституции Совет Федерации вторым по очереди приступает к документам. Поэтому вот все то, что сегодня в повестке дня январской есть депутаты в Государственной Думе, буквально через 10-12 дней окажется у нас фельдсвязью, и мы будем с этими материалами работать. Они идут по линии практически всех комитетов. И интрига, например, сохраняется в том, какие решения будут приняты по предложению Совета Федерации относительно возвращения графе против всех. Это сейчас активно обсуждается в обществе, мы свое слово сказали. Сейчас комитет Плигина в Государственной Думе и наши коллеги там, в этой палате, они, в общем, немножко модернизируют этот законопроект. Они полагают, видимо, сузить сферу применения вот этой графы. Ну, посмотрим. Во всяком случае, может быть, интересное очень здесь движение мысли законодателя. Есть, конечно, необходимость реагировать на экономическую ситуацию в стране, и мы этим будем заниматься. Помимо того, что мы принимаем на утверждение, приходящее из Государственной Думы закон, у нас еще есть своя повестка дня, она связана и с сертификацией разного рода документов, и с кадровыми назначениями, поскольку, в общем, довольно много назначений идет именно по линии Совета Федерации. Конечно, интересно будет начинать работу с новым полномочным по правам человека, который сейчас заступает. Но вообще, если говорить о стратегии, то стратегия была определена в послании президента Российской Федерации к Федеральному собранию в декабре, где довольно большая работа намечена, и мы постараемся ее выполнить до летних каникул. Конечно, две разные организации, но мы работаем вместе. Мы работаем вместе во фракции «Единой России». Многие коллеги из Народного фронта являются членами «Единой России», даже членами руководства «Единой России». Например, мой земляк-трапезников, он входит и в президент Генерального совета «Единой России», и в то же время ведет довольно активную работу в рамках Народного фронта. И таких примеров немало. Но, еще раз повторяю, мы политическая партия, а это общественное объединение. Сегодня, кстати сказать, «Единая Россия» будет активно работать, и мы уже, собственно, этим занимаемся, над законом, который регламентирует общественный контроль. То есть мы даем больше прав для общественных организаций заниматься контролем в различных сферах деятельности. Вот с выходом этого закона, я думаю, получится еще один неплохой инструмент, в том числе и для Народного фронта, для того, чтобы вести свою общественно полезную работу во всех регионах страны, следить за чиновниками, следить за другими представителями власти от имени общественности. И, наверное, это правильно. Ну, а что касается там будущего, время покажет. Ну, а в Страсбурге все спокойно. Столица Европы замерла в ожидании очередного заседания Европарламента. Так что мы можем посвятить время прогулке по старинным улочкам этого сказочного города. Наш главный редактор Дмитрий Кутявин снимал во Франции фильм о предстоящем паневропейском культурном марафоне от Перми до Лиссабона. И продолжает делиться с нами впечатлениями. Маленькая Франция. Пожалуй, самый милый, спокойный уголок Страсбурга с неповторимыми эльзасскими домами. Этот район с многовековой историей, с самой часто посещаемой туристами. Начиная с 16 века здесь в основном проживали рыбаки, мельники и кожевники. К дверям почти каждого дома можно было попасть по воде. Рядом расположены шлюзы каналов. Но свое название эта часть города получила вовсе не из архитектурных соображений, а благодаря довольно пикантной причине. В средние века в этом квартале была распространена проституция и сопутствующий ей сифилис, который назывался тогда французской болезнью. Вот такая злая ирония, которую, к слову, понимают далеко не все, даже местные жители. Куда стоит забраться, так это на дамбу Вабана. Укрепление на реке Иль было призвано в случае нападения на горы затопить все земли к югу от него. Именно отсюда открываются самые фотогеничные виды на знаменитые крытые мосты с башнями и острый готический шпиль кафедрального собора. Но, глядя на храмы, вспоминаются не только светлые страницы истории. Элизас внес особый вклад в общеевропейскую борьбу с ведьмами. Здесь родился и жил монах-инквизитор, автор знаменитого трактата «Молот ведьм» Генрих Крамер. По сути, он написал инструкцию, как распознать и обезвредить ведьму. Его сочинение стало главным руководством по охоте на ведьм, захлестнувшей Европу в 15-17 веках. Только в Страсбурге ежегодно на констрах инквизиции сжигали более ста человек. Сегодня ведьма – один из символов Страсбурга наравне с аистами. И такие вот куклы продаются в каждом сувенирном магазинчике. Страсбург – город торговый, так что неудивительно, что история здесь пошла на экспорт. Гуляя по улицам, подобных примеров можно увидеть массу. Ну а для вечно спешащих по Страсбургу курсируют самые современные трамваи в Европе. Вперед в будущее! Трамваем в Страсбурге отводится такая же роль, которую в других городах выполняет метро. Соединяет части города и, соответственно, перевозит людей. Трамваи выглядят очень футуристично, двигаются быстро, бесшумно и каждые пять минут. Правда, говорят, местные жители периодически ломаются. И люди, как и в Перми, вынуждены стоять в пробках. Но когда живешь в таком городе, можно и подождать. На трамвае мы доехали до парка Оранжереи. Здесь, в самом его центре, находится мини-зоопарк. Аисты, фламинго, но об этом уже завтра. Дмитрий Кусявин, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта», Страсбург. Петербург, Петроград, Ленинград. Как бы ни называли этот город, северная столица – наша тайная любовь. Само рождение Перми связано с именами людей, строивших империю Петра и город его имени. А во время Великой Отечественной, как известно, Прикамье стало родным домом для десятков тысяч эвакуированных ленинградцев. С 70-летию снятия блокады посвящается. Таких, как Иван Семенович Важаев, в Перми осталось немного. Он – освободитель Ленинграда. Ушел на фронт 18-летним юношей. А прорвав блокаду, пешком прошел всю Прибалтику и добрался до Германии. Ну, сами понимаете, шопки кверх летели, и выстрелы, и объятия, и поцелуи. Это весь народ ликовал. Его жена Раиса Федоровна, которая ковала победу в тылу, гордится мужем, называет его настоящим героем. Да, у него вот сейчас медалей мы посчитали 25. Он говорит, мне тяжело нести их. Сегодня в Перми проживают 178 блокадников, и у каждого своя история. Например, Анастасия Федоровна Файзудинова, будучи студенткой, выстояла все 900 дней блокады. Вспоминают холод, голод, зажигательные бомбы, которые падали, как снег. А когда открылась дорога жизни по Ладоге, молодая Настя покидала Ленинград еле живая. Перед ней несколько машин ушли под лед, а ее судьба помиловала. Когда шли на Ладогу, уже шли, когда шли, так я уже не могла. Я говорю, девочки, меня оставьте, я все равно не доеду, я умру все равно. Посидели же были, помоложе девчонки, но такие же, но крепкие. Они, может, на заводе не работали, может, покрепче были. Но меня все равно не оставили. Каждый год на годовщину снятия блокады к Анастасии Федоровне приезжает ее дочь. Из Санкт-Петербурга говорит, что в бывшем Ленинграде это событие отмечают, как второй день рождения города или его воскрешение. А ветеранам очень помогают. Им всегда доплата к пенсии. Уже давно, чего здесь нет. И даже в этом году я звонила родственнице, она блокадница, тоже как мама такого же возраста. Им деньги дали, они празднуют. Квартиры, билеты в театр, ну, куда угодно. Всегда экскурсии, всегда первые блокадники у нас. Ради митинга и возложения цветов к вечному огню на улице перекрыли движение и даже остановили трамваи. Но ни один пассажир не вышел. Все терпеливо ждали. Мы преклоняемся перед теми людьми, которые погибли. Всем защитникам блокадного города вручили памятные знаки в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Их очередило правительство северной столицы. Чтобы понять, насколько тяжела была эта победа, достаточно заглянуть в музей военной славы Западного Урала, где специально подготовлена экспозиция пайки хлеба. Вот эти 100, 200 и 300 грамм, разделенные с огнем и кровью. Конечно, это не тот хлеб, который выдавали в блокадном Ленинграде. Те буханки были гораздо тяжелее по весу и пекли их не из чистой муки, а добавляли туда лепидо, жмых, отруби и даже опилки. Так что выглядели они весьма неаппетитно, но для блокадников это была надежда на спасение. В свободное время всегда хочется заняться чем-то интересным и полезным. Но чаще всего данное желание у большинства пропадает. А все потому, что многие просто не знают о существовании самых разнообразных курсов. А у нас чему только не учат. Ну, конечно, в свободное от работы время. Лиан Кейн начинает первое занятие английского в языковой школе. Новоиспеченным студентам пока мало что понятно. Но уже через три месяца они начнут не только воспринимать иностранную речь, но и вполне свободно изъясняться на базовом уровне. Английский традиционно считают самым распространенным и востребованным языком. Следом за ним идут немецкий, французский, испанский и итальянский. Время от времени люди звонят, спрашивают самые разнообразные языки. Арабский довольно-таки часто спрашивается. Чешский. На моей памяти был еще сербский и голландский. Юлия Крапивина говорит, что в первую очередь к ним обращаются люди, которые совершают туристические поездки за рубеж. Но в последнее время большую популярность набирает китайский язык. Его изучают для того, чтобы самостоятельно вести переговоры с азиатскими партнерами. Кроме языков, Перми пользуются спросом курсы повышения квалификации и переподготовки кадров. Кто-то уже работает и просто хочет улучшить свои знания, а некоторые и вовсе хотят освоить новую профессию или специальность. У нас тогда идет профпереподготовка, мы обучаемся, люди также приходят на лекции, сдают, также пишут диплом, прикрепляется к нему преподаватель, и он защищает, как во всех вузах. На освоение новой специальности может уйти полтора года, а вот на повышение квалификации от нескольких дней до нескольких недель. После этого человек получает специальный сертификат, подтверждающий его навыки. И если дипломы с аттестатами получают в первую очередь, чтобы привлечь интерес работодателей, то курсы декоративно-прикладного искусства посещают для души. Ну, когда есть свободное время, а так и дети, и внуки, когда есть свободное время, занимаются. Ну, это, во-первых, досуг занимает, нравится, какие-то подарки делать, в квартире какой-то уют создает, очень хорошо успокаивает, даже болячек стало меньше. Продолжительность занятий 2-3 часа, и за это время преподаватель Оксана Летельна успевает обучить своих слушателей работе в том или ином направлении. Кто-то создает декоративные тортики и зонтики из настоящих конфет, а кто-то осваивает направление декупажа. Мы и сами не остались в стороне, а приняли самое непосредственное участие. Под чутким руководством мастера я тоже загрунтовал деревянную заготовку, разместил на ней рисунок и покрыл ее лаком. Она теперь будет не только красивая, но еще и ароматная досочка. Да, еще какой-нибудь финальный штришок, да, куда лучше всего приклеить? Ну, в качественную кухню. А сюда можно вообще бантик еще сделать. Нет, а вот эта кофейная зернышка, наверное, куда-нибудь? Можно в каждой где-то. Вот, давай сюда сделаем, да. Пара финальных штрихов, и наша кофейная досочка за 10 минут стала готовой. Изучать что-то новое не только полезно, но и интересно. Для кого-то это просто хобби, а кто-то полностью меняет сферу деятельности и осваивает новую профессию. В любом случае, новые занятия и навыки никогда не будут лишними. Конечно, понятно, что под лежачий камень вода не течет. И вряд ли можно встретить свою половинку, сидя на диване. Но ведь не у всех есть время ходить куда-то, чтобы познакомиться. Именно поэтому в свое время такими популярными стали брачные агентства. «Стоит ли прибегать к их услугам?» – спросили мы пермяков. И вот, что люди говорят. Партнер рубрики «Люди говорят» – сеть магазинов «Мир домашней техники». Не стоит. Ну, потому что нужно найти свою любовь. И я думаю, что человек, который верит и хочет найти любовь, он ее обязательно найдет. В любой ситуации, в любом случае. Это сложный вопрос. Ну, наверное, кому-то, может, это стоит. Кто так не может найти себе пару, пусть ищет другими способами. Я думаю, нет, не стоит. Ну, самой стоит искать свое будущее. Сложный мир. Кто-то не может себе найти вторую половину. А, в принципе, это кому-то что-то поможет. Кто не нуждается, тот, в принципе, сам все сделает, найдет вторую половину. А кто-то не сможет, может быть, это ему и поможет. Я считаю, что брачные агентства нам нужны для того, чтобы люди встретили друг друга. Для тех, кто нуждается в этом. Я не нуждаюсь, у меня семья, вот, трое детей. Мне не нужны, а кому-то, возможно, нужны будут. Брачные агентства нужны. Масса одиноких людей, которые очень закомплексованы и, как бы, как сказать-то правильно, ну, замкнуты в себе. Они не могут просто подойти на улицу и познакомиться с человеком. Если брачные агентства существуют, значит, это кому-нибудь нужно. И так во всем. Мы ведь можем пойти в киоск и купить газету, которая нам больше всего нравится. Но почему-то смотрим пресс-парад. Видимо, проще выбирать. Ну и, конечно, так мы экономим время. Россия обнародовала рейтинг инновационных субъектов страны, в котором Пермский край занял относительно почетное девятое место. При составлении рейтинга учитывались научные исследования и разработки, инновационная деятельность и другие показатели, говорится в информации. По данным составителей, Пермский край входит в число сильных инноваторов, в котором значение индикатора инновационного развития минимум на треть выше среднероссийского уровня. Казалось бы, круто, пишет автор статьи Татьяна Власенко. Однако, вместо того, чтобы порадоваться такой продвинутости края, эксперты, внимательно следящие за инновационной составляющей региональной экономики, очень удивились и начали задавать неудобные вопросы. В частности, кто составлял этот рейтинг и по каким показателям так отличилась Прикамье? Где деньги, Зин? Острая нехватка денег у поселений двух районов края привела к запоздалому принятию бюджетов на этот год. Депутаты Ганинского и Качевского района заблокировали этот процесс, так как средств не хватает ни на водоснабжение, ни на уличное освещение, ни на ремонт дорог. А ведь надо еще повышать зарплату, например, работникам культуры. Как решается проблема, рассказывает собственный корреспондент звезды Снежана Пастухова. Краевой Минкульт объявил конкурс на разработку концепции фестиваля «Белые ночи», сообщает коммерсант. Министерство культуры края объявило конкурс на разработку концепции фестиваля «Белые ночи» и эскиза фестивального городка. Согласно техническому заданию, общими критериями оценки проектов будут художественная ценность и реальная возможность воплощения предложенных концепций. Концепция должна соответствовать основной идее 2014 год культуры в России и включать описание не менее 50 мероприятий фестиваля. Общая стоимость – 180 миллионов. Победитель будет объявлен не позднее 25 февраля, опишет автор статьи Дмитрий Астахов. Пермский край дал олимпийской сборной десятерых спортсменов материал в российской газете. Наибольший вклад Западный Урал внес в представительство в санном спорте. На Олимпиаду отобрались сразу четверо воспитанников с дюшорогонек из Чусового. Это Татьяна Иванова, Александр Перетягин в одиночном разряде, Владислав Южаков и Владимир Махнутин в двойках. Еще трое спортсменов из того же Чусового выступят во фристайле. Это Регина Рахимова, Александр Смышляев и Сергей Можаев. В лыжном двоеборье за честь Пермского края одновременно Московской области постоит Евгений Климов. Наконец, в команду сноубордистов включены Наталья Соболева и Валерий Коллегов, одновременно числящиеся в Кемеровской области. Январь – месяц начала первой русской революции. Ну и, к слову, ровно через год исполнится 110 лет со дня ее начала. А сколько вокруг тех событий мифов и легенд? Спонсор рубрики «Легенды губернского города» Магазин стройматериалов «Южный двор». Широкий выбор товаров для дачи и дома. На революцию нужны деньги. Подпольные типографии, оружие, поддержка бастующих, которые остались без зарплаты, помощь ссыльным. Наконец, подкуп чиновников, полицейских, тюремщиков. Было и это. Мы как-то рассказывали об удивительном поддергости побега из пермской тюрьмы нескольких боевиков. А вот еще воспоминания мотовельхинского бунтаря Николая Воронова и его близких. Обыск. Жандармы готовятся перетрясти матрацы на кроватях, но офицер вдруг дает команду. Не трогать, дети ведь спят. Такой вот милосердный слуга царю. Надо ли говорить, что под матрацами были прокламации? Между прочим, тогда при обыске и маузеры не нашли. Странно. А откуда же брались деньги? Экспроприации, вымогательство у купцов, купчишек и промышленников. Впрочем, среди богатых людей были и добровольные спонсоры революции. Вспомним нашего земляка Николая Мешкова, обладателя 16-миллионного состояния, по тем временам фантастического. И эсера финансировал. И большевиков не забывал. Кто-то за Мешкова, оказавшегося после 17-го года за решеткой, заступился сам Владимир Ильич. Один из исследователей, Игорь Бунич, рассказал в своей книге и такую историю. Революционеры брали заказы на оружие для откровенных уголовников, ни о каких социальных потрясениях не мечтавших. И случалось, выражаясь современным языком, кидали заказчиков. И вот был на Урале знаменитый разбойник Степана Глобля. Передал большевикам деньги. Арсенал пополнить надо. Но оружие не дождалось. И осерчав, послал гонцов в Париж. К самому Владимиру Ильичу. Они якобы заставили будущего вождя мирового пролетариата вернуть деньги. Звучит фантастическ. Сказка. Миф, скажут некоторые. Но в годы Первой русской революции будущий глава ВЧК Вячеслав Минжинский, завидовавший славе Ленина, на страницах эмигрантской газеты, обвинил лидера большевиков в растрате денег, добытых на оружие боевиками Александра Лбова. Где? А на камерике. При налете на пароход Анна Степановна. Где перевозилась изрядная сумма. Как видите, истории перекликаются. И, наконец, 110 лет назад началась русско-японская война. И есть данные. Деньги врагам самодержавия давала и японская разведка. Что-то доходило и до Урала. Ведь в стране восходящего солнца надеялись парализовать работу главных оборонных заводов России. Нет, все-таки революция – это не только романтика. Никита Чернов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Экономисты строят прогнозы, как текущее ослабление рубля сказывается на инфляции. По мнению одних экспертов, импортеры уже закладывают в цены курсовую разницу. По мнению других, серьезного роста цен на привозные товары ждать не стоит. Когда столько мнений, лучше всего обратиться к правилам. Правилам денег. Рубль рекордно ослабел. Были достигнуты, как говорят специалисты, пятилетние валютные максимумы. Вот что имеется в виду. В начале 2009 года курсы основных резервных валют к рублю побили рекорды. Покупатели давали выше 36 рублей за доллар и 47 рублей за евро. В минувшую пятницу в ходе торгов на московской бирже евро прошлый исторический максимум превзошел. Доллар же еще нет. То, что происходит с рублем, официально девальвацией не называется. Но эксперты не скрывают, что фактически это она и есть. Просто обычной девальвацией считают резкий обвал курса национальной валюты. А это такая ползучая история. Они предполагают, что если рубль продолжит резкое снижение, Банк России будет вынужден перейти на особый курс. Регулирование курса валют возможно уже в феврале. Вынудить Банк России к такому шагу может то, что сейчас резкое ослабление рубля может быть невыгодно предприятиям. Но ведь оно уже происходит. Считается, что рубль, как и другие валюты развивающихся стран, обратите внимание на Аргентину, пострадали из-за того, что Федеральная резервная система США снизила закупки госбумаг и инвесторы ушли с рынка. Но дело не только в этом. Некоторые эксперты считают, что курс стабилизируется к Олимпиаде из-за повышенного спроса на рубли. А вот дальнейшую политику они предсказывать не берутся. Ведь к 2015 году Банк России обещает отправить рубль в свободное плавание. И тут уже цена будет зависеть от состояния экономики. Российские банки смогут справиться с 30-процентной девальвацией рубля. Об этом сообщила Wall Street Journal, первый зампредбанка России Ксения Юдаева. Но это не означает, что мы ожидаем таких колебаний, уточнила она. Так что впору вспомнить вторую шутку, когда на вопрос, чем отличается курс доллара от курса рубля, следует отвечать штурманам. Это были правила денег. Свободные деньги есть не у всех. А вот свободное время, хотя бы чуть-чуть, найдется всегда. Главное, все заранее спланировать. И тогда не придется ждать выходных, для того, чтобы сходить на концерт или выставку. Полина Рифа, как всегда, в курсе культурной жизни города. В Театре Юного Зрителя готовится к премьере, которую мы с вами увидим уже 31 января. Называется спектакль «Беда от нежного сердца», который объединил два русских водевиря 19 века. Это, собственно, «Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба и петербургский ростовщик Николая Некрасова. Водевиль можно смело назвать прадедушкой современного мюзикла. Здесь песни-куплеты перемежаются с танцами. Царит атмосфера праздника и легкости. Так что хорошее настроение от просмотра зрителю гарантируется. В спектакль принимает участие ансамбль «Каравай». 30 и 31 января пермский хор «Млада» представит новую программу «Музыка мира». Премьера 80-минутного кругосветного путешествия состоится в Большом зале филармонии. Программа исполняется акапельно и включает несколько частей. Слушатели познакомятся с музыкой наших стран-соседей, а также Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Главной интригой концерта станет выступление специального гостя, исполнителя горлового пения, солиста группы «Хунхуртун» Радика Тюлюша. Специально для этого случая хору пришлось осваивать древнее искусство и на концерте свои умения во главе с Радиком «Млада» нам и продемонстрирует. У нас проводится онлайн-трансляция наших концертов. Ссылку вы сможете найти на официальном сайте группы, на официальном сайте хора «Млада». В Пермском театре оперы и балета установлен новый памятник Чайковскому. Великий композитор родился в Пермском крае. И вполне логично, что главный театр Прикамья носит его имя и, наконец, обзавелся приличным бюстом Петра Ильича. Но сейчас театры вовсю трудятся над ежегодным проектом «Дети на оперной сцене». На этот раз школьники разучивают оперу «Малахитовая шкатулка» композитора Дмитрия Батина. Проект действительно очень интересный, потому что он позволяет действительно по-настоящему подготовить детей к восприятию классического искусства, сделать для ребят классическое искусство своим и понятным. На Барбадосе много экзотических животных, но вывозить их с острова я вам не советую. Во-первых, это запрещено. А во-вторых, экзотики сейчас и в пермских зоомагазинах хватает. Так что с выбором все в порядке. Дарить животных нынче модно, особенно те, кто является символом наступающего года. Так в год кролика на подарок выбирали ушастых, в год змеи питона. А кого будут дарить в 2014-м? Ведь лошадь в квартиру не поместишь. Пермяки, видимо, призадумались над этим вопросом и решили, что в этот раз можно сделать исключение. Дарить самых разных зверей, даже диких обезьян. Продажи четвероногих в этом месяце били все рекорды. Да, обезьянка – дорогой презент. Стоимость ее сопоставима с ценой норковой шубы. Но, кажется, порой больше удовольствия такие подарки приносят самому дарителю, а не получателю. Ведь всем же хочется быть оригинальными. Вот только мало кто интересуется, а что будет потом. Оказывается, любезные на ужин требуют личинок и тараканов. Последние, кстати, тоже недешевые. Выходит, на усатом деликатесе можно уже разориться. Сколько мы ни старались, нам так и не удалось заглянуть в глаза африканскому ежику. В новогодние каникулы именно он был желанным подарком для детей и выкатывался из-под новогодней елки. Не уступали ему в популярности кролики. Ну а на первом месте, к нашему удивлению, были птицы. В этом году хит-сезоном была продажа попугаев, волнистых, так и других видов, и сухопутные черепахи, и шиншиллы. За 31 декабря только было продано 6 попугаев волнистых. Райским птицам требуются и райские условия. Безумным будет решение поселить красавца Аркадия в однокомнатную квартиру. Таким нужен простор и внимание. Продавцы остерегают, говорливых птичек не стоит дарить детям и тем, кто поздно приходит домой. А чтобы стать повелителем змеи, необходим террариум с горячими камнями и холодные нервы. Ведь кормить полозов и питонов придется живностью. Щенка подарили, например, в Новый год привезли. Человек прибегает 2-го числа к нам с самого утра с этим щенком под мышкой и все покупает самое необходимое. Прибегают люди, говорят, например, мне подарили попугая, клетка. Корм. Что с ним делать, мы не знаем. Различные бывают казусы, когда вы выбираете для своего друга, родственника, животное. Мне кажется, нужно спросить у этого человека, нужно ли оно ему вообще. Новый год прошел и теперь к продавцам приходят за советом. И судя по этим вопросам, пирмяки в этом году стали счастливыми обладателями экзотических питомцев. Спрашивают не только о тех зверях, которые были куплены в зоомагазине, но еще и о редких видах. Что любит крошка енот, как ухаживать за Сони и чем кормить росомаху. К счастью, никто из хозяев животных в магазины не возвращал. Анастасия Петухова, Рософалакина, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Помните коронный номер дрессировщика «Голова в пасти льва». Вот именно что помните, но уже давным-давно ничего подобного не видели. Цирк, каким мы его знаем еще с детства, сейчас с гастролями в Перми. И это надо видеть. Коронный цирковой номер «Голова дрессировщика в пасти льва». Укротитель диких кошек Владислав Гончаров выходит на арену пермского цирка против 10 африканских львов. Он рассказывает, даже имея 15-летний опыт, с животными всегда нужно быть на чеку. На мой взгляд, самое сложное в дрессунере – это терпение. Это терпение и близкий контакт с животным. Это контакт не на расстоянии с хищником, а близкий контакт. В любой момент животное может укусить, царапнуть, схватить, подмять и начинать драть. Среди других коронных номеров – живой ковер из хищников и лев на плечах у дрессировщика. А в конце представления в клетку к диким кошкам заходит 9-летний сын Влада Гончарова. Когда мне было 2 года, я в первый раз погладила льва. Потом папа захотел, чтобы у меня был свой номер. Папа сделал мне номер, но его не разрешать, потому что мне не исполнилось 18 лет. И папа придумал так, что он работает и я работаю. Также в программе «Золотой мир цирка» зрители смогут увидеть братьев Кириленко – единственных в мире исполнителей трюка с удержанием партнера на голове без страховки под куполом цирка. Номера не оставят равнодушными ни одного зрителя. Последний с акробатами был просто такой кураж, такой восторг, было просто великолепное выступление. Самое первое, что мне понравилось, это как голову отпилили девушке и как потащили. Потом оказалось, что голова совсем, ну как, она отъехала голова, а тело осталось. Кроме опасных для жизни трюков, в программе вполне безобидные клоунские репризы, а также экзотические животные – южноамериканские енуты-насухи и аргентинские попугаи. Увидеть «Золотой мир цирка» пермики смогут до 23 февраля. Рустам Багизов, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Настоящая зима должна быть такой – морозной, солнечной и белоснежной. В прямом смысле этого слова. Ну, снег, его ведь не постираешь. Кто-то хорошо переносит холода, а кто-то не очень. Ну вот разделите со мной удивление и улыбку. Все чаще на вопрос «не холодно ли?» пермики отвечают «любовь греет». И это прекрасно. Ну, представляете, как нас всех любят организации, подающие нам тепло. Ну, видимо, очень избирательно. У кого-то жара, а у кого-то по-прохладному тепло. Давайте учиться радоваться самому незаметному хорошему событию. И тогда их станет больше. И будут они намного заметнее. Закон жизни. Хорошего дня! Сегодня в Перми минус 25-27 градусов. Переменная облачность. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление в норме. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова